270 лет назад в Санкт-Петербург прибыли послы всей Осетии ко дворцу императрицы Елизаветы. Это событие, которое сыграло огромную роль в установлении прочных связей между русским и осетинским народами. И в связи с этим 23 и 24 октября в нашем городе это Дни культуры Осетии. Да, это прекрасно, потому что сегодня мы отмечаем этот замечательный праздник осетинскими пирогами, самым вкусным и прекрасным, что вообще можно придумать. И делает это Оксана Маслова, наш корреспондент. Мы выходим с ней прямо сейчас на прямую связь. Оксана, доброе утро. Какая у тебя там красота? Рассказывай, что происходит, скорее. Доброе утро. Ну, действительно, красота у нас на столе невероятная. Это самый, по-моему, лучший завтрак. Сегодня у нас национальная осетинская кухня, и мы научимся готовить традиционные осетинские пироги. Ирина, сложно ли это сделать? Мы сможем в домашних условиях. Конечно. На самом деле, осетинский пирог может приготовить практически любая хозяйка, которая дружит с тестом. А которая не дружит, то мы научим это делать. Научим дружить, любить тесто, и все получится обязательно. Как это делается? Пожалуйста. Какие ингредиенты для теста нужно? Рассказывайте. Чтобы приготовить осетинское тесто, нам понадобится мука, молоко, дрожжи, сахар и соль. Нет. Это все. Некоторые люди думают, что нужно яйцо или какие-то иные ингредиенты. Но на самом деле, традиционный осетинский пирог, который готовили наши все предки из покон веков, готовился именно так. В муку мы добавляем дрожжи. Здесь у меня 2 килограмма муки. Сюда мы добавляем 15 грамм дрожжей. Это сухие дрожжи, которые мы с вами можем приобрести в любом магазине. Сюда мы добавляем 30 грамм сахара, а также 30 грамм соли. Многие женщины любят готовить на глаз. Ну, так как мы уже вымерили все граммовки, мы вам рассказываем более-менее точные. Секрески. Далее. Необходимо добавить жидкость. Как правило, на такой объем мы берем 1 литр молока. Жирность важна здесь? Жирность не принципиальна, но, конечно, лучше брать не обезжиренное молоко. Вы поверьте, хозяйки, наши пироги осетинские, они являются диетическими. Мы их так готовим, что там много начинки и мало теста. Так. Сколько пирогов можно будет приготовить? Из этого теста мы с вами сможем приготовить порядка 7 пирогов. То есть у нас теста будет достаточно много, и на 7 пирогов нам хватит. Пирогов именно больших, таких килограммовых. А если мы хотим один пирог приготовить, то это... То все, пропорции надо делить. Делить. Но я вам скажу так. Один пирог готовить не надо. По правилам осетины готовят всегда на праздничный стол 3 пирога, а на какой-то печальный стол, поминальный стол, осетины готовят 2 пирога. То есть это такая традиция. То есть минимум 3 пирога. Да, минимум 3 пирога. Теперь, вот если вы добавили жидкость, и вам кажется, что маловато, мы добавляем жидкость. Знаете, у муки бывают разные свойства клейковины. Да. Разные свойства клейковины. И зачастую... Зачастую... Это вода с молоком? Это нет, это просто вода. Это просто молоко, да. Зачастую, когда вы... Не уносите, пожалуйста. А не уносите. Когда вы вмесите тесто, вы просто руками пробуете, и вы понимаете, сколько еще следует добавить. Но чаще... Как тесто должно выглядеть в итоге? Сейчас мы вам покажем конечный продукт. А я смотрите вам сюда. Наливайте. Чтобы помочь хочу. Да, наливайте. Лей, лей, лей. Лей, лей, не жалей. Лей, лей. И все руками. И все руками. Настаиваться тесто должно? Тесто будет подходить полчаса. Желательно поставить его в теплое место, чтобы... Пожалуйста, еще... Понятно. Пойдемте дальше. С этим этапом понятно. Мы его делаем вот... Мы его месим руками. В итоге оно должно получиться. Оно должно тянуться, наверное. Оно будет... Да. Сейчас покажу консистенцию. Оно будет очень приятным на ощупь, но важный момент... Давайте, чтобы все успеть, пойдемте к следующему этапу, потому что хочется все показать. Следующий этап у нас... Я вижу разные начинки. Замесите до конца. А тесто мы, видимо, раскладываем, раскатываем, да? Или руками мы его раскладываем. Раскладываем руками. Так, Рита, перейдите, пожалуйста, в другое место, а мы здесь покажем про тесто. Значит, смотрите. Тесто мы с вами обязательно работаем руками. Потрогайте, пожалуйста. Так, очень приятно. Тесто у нас получается мягкое, приятно. Дайте перчатки, девочки. Так. Вот. То есть тесто не липкое, да? Да. Вы ощущаете, что тесто именно такое мягенькое, хорошее. Мы его вот так раскладываем, и потом начинка у нас идет, да? И потом мы сюда ставим начинку. Какие начинки? Начинка в астинском традиционном пироге – это, как правило, овощная, сырная или мясная. Если мясо, то это только говядина. Мы не используем никогда свинину при приготовлении, не используем рыбу. Классические начинки – это сыр, картофель, капуста, тыкву. Мы выкладываем сюда, да? Мы выкладываем. Можно я уже что-то сделаю? Я вам сейчас разрешу собрать пирог. Но, внимание, берется начинка. Здесь у нас 500 грамм теста, 500 грамм начинки. Помните его. Это сыр, да? Сделайте колобок, да, лепешкой. Так. Это у нас чисто осетинский сыр. Осетинский сыр – это сыр из коровьего молока, домашний вкусный. Так, спасибо. Нормально? Нормально. Надо постараться, чтобы края были более кругленькими, и сыр лег равномерно. Все. Теперь смотрите. Сверху нужно, да, его? Да, собираем бомбончик. Бомбончик. Как мы в детстве, как мы в детстве собирали. Аккуратненько, да, поднимаем, поднимаем, поднимаем. Так. Дальше, чтобы у нас получился красивый пирог, мы должны собрать. Вот таким образом попробовать. И в печь, как долго выпекать? Три минуты, пять минут. И будет вот такой пирог? Да, вы сейчас увидите. Давайте покажем, что у нас есть, смотрите, какая красота, национальные костюмы. Потому что есть определенные правила перед тем, как приступить к идее. Расскажите, пожалуйста, я пока бомбончик доделаю. Значит, всегда перед тем, как приступить к праздничной трапезе, старший обязательно молится. Старший возносит чашу с национальным традиционным напитком безалкогольным, молится Всевышнему. После этого отпевает из чаши и передает дальше. Соответственно, молитва, как правило, произносится в честь Всевышнего, в честь покровителя мужчин, путников, в честь женщин, хозяйки этого дома. То есть всегда осетин перед тем, как порезать пироги, молится Всевышнему. Друзья, ну вы понимаете, сейчас я научилась уже практически делать осетинские пироги. Мне осталось, чтобы вкусно позавтракать. Еще вы учите молитву, и возможно, вы мне разрешите вот так вот вкусно сегодня позавтракать. Обязательно, это все для вас. И надеюсь, что я вам до студии все-таки довезу вот эти настоящие осетинские пироги. Смотрите, какая красота. Оксана, не мы это предложили, не мы, но ловим тебя на слове. Спасибо большое.